итак всем привет я бы сказала доброе утро потому что я проснулась относительно недавно вот но уже день уже обед я сейчас завтракаю да и чай так что если кто-то со мной присоединяйтесь и я давно не выходила в эфиры по классике я вниз покажу свой график рабочие не то чтобы эфиры вести у меня даже возможности вообще отдохнуть практически не было вот кто следит кто есть и подписан на мой инстаграм видели что совсем недавно я отдыхала ездила с друзьями в маза парк я провела отлично время мне очень понравилось интересное место в питере очень круто очень классно прям ничего себе таким заработала так мощно ну заработать деньги таковые пока не получается собственно я работаю в токио сети устраивалась официантом но сейчас перешла на кассира и работаю кассиром и дело в том посмотрите на мой бардак сзади и собственно дело в том что кассир для меня это что-то новое тяжелое и мне нужно в течение 180 часов отработать как кассир стажер у меня зарплата 144 рубля час то есть примерно за смену я получаю полторы тысячи вот меня это вполне устраивает касаемо когда я выйду на процент это будет с 1 мая я уже написала заявление я буду получать во первых 160 рублей час во вторых 2 процента от кассы вот недавно у меня была суббота это просто был просто пиздец какой-то ладно так и скажу потому что гостей было очень много все проходили через меня ну точнее вот это большое количество гостей через меня и так далее и вот если бы у меня эти были сраные 2 процента от кассы только на проценте безработала там тысячи сичи две-три и то есть за день у меня могло быть свободным 3 500 да может больше ну то есть вот так но пока довольствуюсь тем что есть да тяжело потому что также суббота была очень тяжелым днем помимо количества людей тут как бы зал все короче я еще вчера своего кошелька доплатила не хватало денег в кассе я поняла какая-то большая ответственность вот и где накосячила так и непонятно но в общем сложно мне пока в новом направлении но думаю я справлюсь и до этого я как бы работала практически без выходных то есть четыре дня работала два дня отдыхала три дня работала так как мне смены официанта когда я стажировалась на официанта директор посчитал как кассирские то я могу расслабиться меня стали раньше отпускать домой на пару часов и мне этого уже более менее чем достаточно для отдыха также 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 у меня появилось больше выходных вот сегодня завтра у меня выходной потом один день рабочий снова выходные если не ошибаюсь вот так ну то есть я очень рада вот но я имею ввиду то что даже в дни отдыха до громко сказано выходные мне приходилось как бы занимается тут же домашние дела и все-таки типа типа у меня тут семья и поэтому отдыхать у меня пока не получается касаемо занятий касаемо вот у меня сейчас радио застыло до сих пор демо не могу сделать записать рисование у меня потухло просто вот это как осталось после крайней работой так и осталось я пока еще больше ничего не рисовала вообще не писала кстати кому интересно вот здесь написано самурай если что и собственно ну примерно так вот а по поводу китайского вообще промолчу потому что я уже месяцем не занимаюсь но как бы пока и денег нет потому что вот мне недавно пришла зарплата за март и собственно эти деньги уже ушли ну то есть я проработала там с 20 ну вот что там с 20 по 31 всего лишь там восемь тысяч всем чем-то вышло вот еще санитарную книжку мне зарплаты сняли поэтому то что делали в общем так да и замужем вот у меня двое детей вот кирюша ему один годик да нет блин не замужем господи а сколько зарплата ну пока непонятно потому что вот сейчас апрель когда посчитают не станет ясно что сколько и как потому что сейчас непонятно у меня еще не было первой полноценной зарплаты отвечать на вопросы за гопа ужинаю мне мне зачем она мне надо я вообще сейчас собираться буду почему я не иду в мчс но во-первых то что я работала в мчс секретарем я работала по знакомству как бы в таганроге до кайф чтобы работать в мчс официально мне нужно образование вариант у меня был вариант поступить в мчс это как бы на изи там пять лет в казарме одета будут накормлены степуха крутая но вообще очень много привилегий но я выхожу младшим лейтенантом и что потом девушка спасатель которая заканчивает мчс это диспетчер это тот же самый бухгалтер секретаря меня это вообще не вдохновляет это вообще не нравится и тяжело но то есть не то чтобы тяжело это не мое вот я если бы хотела работать в мчс то именно блин хотя бы к психологам да есть такое направление хотя бы там я не знаю чрезвычайных ситуациях может быть толк может быть но у нас единственная женщина спасатель если не ошибаюсь она в майкопе там где-то в грузии но там именно такая бобёха а его в грузии на кавказе где-то там она прям до мощная вот она официально устроена именно спасатель именно бригаде в поисково-спасательной поэтому как то так так привет филадельфия как поживаешь сойдет есть в к ездить кроме группы дай пожалуйста понравилось да вы к есть можно перейти в группу и там будет ссылка на автора младший лейтенант мальчик молодой что нового в жизни твоей нового в жизни проблемы пока только проблемой из которой нужно решать работа официальная пенсия повыше чем у гражданских понятное дело да это как и военные нет военные это скорее люди без свободы тут м честно я бы не сказал что прям высокая зарплата хотя с графиком 31 через три получается один рабочий три выходных да у них хорошая зарплата да тут тут вообще да м чесники не вообще на лакшери но тут же сама профессия по себе опасная шайгу массаж что-то на шайгу конечно шайгу привет да какие проблемы серьезные да серьезные но это пока между мной и мной останутся эти проблемы со мной познакомиться не нельзя все летом поступаем до поступаем хотя я уже поступила непонятно как от на как блин а кстати между прочим в питере мчс как круто но блин надо физику сдавать я и г не потяну физику да я вообще его никакой не потянула вот я и г сдала так херова кошмар как меня вообще куда-то взяли странное дистанционное обучение вот я уже видимо кто-то погрыз но это не а и хотя меня лицо прыща вы ужас да ну да ладно как у вас дела рассказывайте чё нового кстати прошу пожалуйста внимание запомните меня такой и сейчас я завтракаю да у меня завтрак если что повторюсь вот запомните меня такой ведь через короче сегодня и еду в парикмахерскую